Вы смотрите программу Коммунальный детектив и сегодня у нас в гостях Виталий Викторович Синицын, председатель товарищества собственников недвижимости под названием Книповича 21. И сегодня Виталий Викторович поделится со зрителями Арктик ТВ уникальным опытом. Престижный дом с квартирами-студиями на этажах и консьержем при входе. Я приехал в Мурманск в 90-м году после армии. По специальности я судоводитель-механик и приехал устраиваться в море. Хотел купить джинсы себе, как положено, заработать денег, а потом уехать назад в Ростов. Но мне повезло, потому что моя родная сестра с 80-го года жила как раз уже в этом общежитии. И я между рейсами, так сказать, харчевался у них. То есть вы этот дом знаете давно тогда? Давно, да. А эту историю расскажите. Как менялась состав жителей, когда она утратила статус общежития, как происходила приватизация, что с ним происходило? Ну, здание было построено в 75-м году, и оно было сразу как общежитие. Для кого? Это муниципальное? Да, это муниципальное общежитие. Жили разные люди разных профессий. То есть приезжали, им давали комнату. Кто-то жил долго, кто-то покороче. Но есть люди, которые до сих пор живут с 75-го года в этом доме. А когда началась приватизация, люди стали приватизировать комнаты. Общежитие. То есть оно имело статус, но уже законодатель разрешил становиться собственником. Да. И как только квартиры начали приватизировать, и общежитие перестало быть общежитием. Оно стало многоквартирным домом, со всеми вытекающими последствиями. Пришли управляющие компании и начали, так сказать, успешно обслуживать наш дом. Их было, наверное, штук пять. Даже не могу сказать точно. Но оценить работу можно примерно так, что первое время на этажах было освещение. Через какое-то время горело уже, например, десять лампочек. Еще проходит время, горит три лампочки. И в конце концов, вот реально, на этаже горела одна лампочка. Вот. Уборка практически не проводилась. И все было хуже, и хуже, и хуже. В поле зрения журналистов очень часто попадали коммунальные беды, связанные именно с общежитиями. И многие из них до сих пор в плащадном состоянии. В чем специфика этого дома? Ну, может быть, какие-то и конструктивные особенности, как судьба его сложилась? Почему он так вот сумел стать, да, просто обычным многоквартирным домом, всем там удобно и уютно. И квартиры, если судить по ценам на рынке вторичном, стоят недешево. Несмотря на то, что это небольшие студии. Ну, основная проблема, на мой взгляд, была в том, что здание изначально строилось как общежитие. Там были уборщики, были специальные помещения, где можно было набрать воду для уборки, да, где уборщицы могли переодеться и так далее. Когда дом стал многоквартирным домом, да, перестал иметь статус общежития, а мы столкнулись с проблемой, нам даже воды негде было набрать, понимаете. Потому что все приватизировано, продано. Или принадлежит никаких тех помещений, ничего. У нас уборщица первое время набирала воду в своей квартире, понимаете. Вот, ну, я предпринимал определенные шаги к тому, чтобы этот вопрос как-то решать. Вот, на данный момент у нас есть такие помещения, производится уборка, ну и так далее. То есть мы начали маломальски нормально обслуживать дом. И вот в этом-то и заключается основная проблема. То есть здания строились как общежития, помещения были специально предназначены. И они в корне отличаются от обычных многоквартирных домов. Мне почему-то кажется, что в таком случае там очень много мест общего пользования должно быть. И расходы, собственно, одни только коридоры, а чего стоят. Какой-то процент общей площади, да, наверное, они больше занимают, чем обычный многоквартирный дом. Да, да, да. Так и есть. Есть еще, например, лоджии, которые входят в состав общего имущества, да. Постоянные какие-то вопросы с ними возникают, там складируют вещи, их надо выбрасывать, кто-то опять приносит. Вот такой муравейник, знаете, со всеми надо договориться. Опять-таки общежитие непростое. У нас первые два этажа занимает музыкальный колледж, колледж искусств. Еще два этажа – педагогический колледж. И уже с пятого по девятый этаж живут, так сказать, обычные люди. Ну и на этаже в среднем 40 квартир на одном этаже. Но опять-таки сложности возникают. У нас же люди любят, как называется, предбанники, да, отгородить. И очень, учитывая небольшие площадь помещений, где они хранят, там, не знаю, детские самки, коляски и всевозможные вещи, которые, в том числе, наверное, по правилам противопожарной безопасности, нельзя. Нельзя в коридоре встать, да. Где встать, да. Вот это… Придумали бы, собственно, место. Это, так сказать, очередная проблема, которую пока мы не решили. Дело в том, что у нас были специальные помещения в подвале, где изначально хранили как раз коляски, какие-то зимние вещи, мебель. Но так сложилось, что мы потеряли эти помещения. Вот. Они отошли в пользу, скажем так, коммерческих компаний. Я вот хотела вас спросить, вы говорите, первые этажи занимают образовательные учреждения, а они тоже как бы собственники? Кому, собственно, вы какую-то выгоду можете иметь от такого соседства? Или только уход за общими усилиями? Ну, эти общежития, они являются членами ТСН. Ага, очень интересно. Да, и прежде чем организовывать как раз товарища-то собственников недвижимости, мы очень активно общались с директорами и педагогического колледжа, и музыкального колледжа, колледжа искусств. Я их так называю просто упрощенно. Вот. И они как бы пошли навстречу и оказали огромную поддержку в организации как раз ТСН. А то юридическое лицо может быть собственником? Конечно. Да, да, да. Или вы преседент создавали? Нет, нет, нет. У них эти помещения, они в оперативном управлении, ну, грубо говоря, они принадлежат им. А кому муниципалитету? Министерству культуры, кому принадлежит педагогический колледж и в чьем ведении. Скажите, пожалуйста, в каком году вам вообще пришла идея создать, я не знаю, на тот момент это было в ТСЖ или ТСН, и с какими вы еще сложностями столкнулись, кроме того, что сам дом необычный и, собственно, соседство с колледжами? Ну, решение уже стало как бы приходить в 2018 году, потому что, ну, говорю, состояние дома просто без слез уже было невозможно смотреть. Я стал общаться с людьми, говорю, давайте организуем ТСЖ, сами будем заниматься управлением. Ну, кто-то говорит, да, да, давайте, некогда. Да ну, ты там сейчас, типа, знаем мы тебя, сейчас все деньги соберешь и уедешь. Да, ну, я понимаю людей, люди как бы опасаются чего-то нового, вот, всегда настороженно на это смотрят. Ну, мы как бы на семейном совете решили, что мы будем этим заниматься, как бы, вот, и я принял решение взвалить это на себя, да. Мне люди говорят, зачем тебе это надо вообще, что ты делаешь, вот, ну, я решил попробовать и считаю, что получилось. Скажите, пожалуйста, а как у вас с парковочными местами? Вообще, в общежитии полагался какой-то там двор, чтобы там была детская площадка, места для парковки машин, такое количество студий и такое количество сейчас машин. И я почему-то думаю, что какая-то часть владельцев сдает свое жилье, потому что это центр, да, сейчас туризм процветает, соответственно, там очень много людей, ну, они приехали, уехали, всех ваших порядков не знают. Ну, с парковкой у нас ничего необычного, все как обычно, где нашел, там и припарковался. Вот, во дворе дома по проекту, когда все это строилось, была волейбольная площадка. Даже так? Да, волейбольная площадка, часть детская площадка была, но сейчас этого нет. Эта волейбольная площадка сейчас превратилась в частную парковку, она внутри дома, вот, и мы не можем там никак, она пустует, но мы не можем ей пользоваться. Вопросы в какие-то программы благоустройства даров? Непростой вопрос, вот, там есть определенная очередь, я этот вопрос как бы рассматривал, мы общаемся с администрацией, вот, с ГЖИ, и какие-то вещи, они нам помогают делать. Но до этого пока у нас руки не дошли, как бы, сейчас, вообще, на протяжении первого времени основной акцент был это на ремонт коммуникаций, подвал, трубы. Расскажите про свой подвал, специфика подвала в общежитии, в чем заключается? Да, подвал как подвал, да, скажем так, но мы когда дом приняли, у нас был бойлер, в котором, это такой аппарат, который нагревает холодную воду, делает ее горячей, да, и горячая вода подается в рукомойники, такая схема. Ну, это, там, такие большие трубы, и в этих трубах были забиты такие деревянные чопики, вот, он уже весь дрожал такой, к нему было страшно уже прикасаться. И я провел, мы провели собрание с жителями по капремонту, приняли решение, и заменили этот бойлер, поставили новый, пластинчатый, провели частичный ремонт канализации. И во что это вылилось? Или вы сумели в фонд капремонта пойти со своим бойлером? Или раньше, чем это все стало делаться? Мы открыли свой спецсчет по капремонту, и те деньги, которые, наши деньги, которые находились в фонде капремонта, мы их оттуда забрали, перевели на свой счет, и распорядились мудро сами. Вот, кстати, очень много было критики в отношении этих спецсчетов, и говорили, ну, господи, ну, зачем вам это вот хлопает, и когда вы там соберете, да, на необходимую, нужную? Вот вы доказываете, что спецсчет может прийти на выручку. Это эффективно, потому как, например, я обращался в администрацию с вопросом ремонта кровли, да, нам прислали ответ, что ваш дом стоит в планах по капремонту на 39-й год, но ремонта надо делать сейчас, понимаете. Вот, и эффективность использования вот этих средств заключается в следующем, что вы вот в данный момент берете эти деньги, да, и тратите их на конкретные проблемы. То есть людям не пришлось дополнительно ничего платить? Нет, абсолютно. Какой тариф был, такой остался у нас. А скажите, пожалуйста, ну, все равно ТСН отличается от обычных многоквартирных домов тем, что люди готовы вкладывать деньги в свой дом. Вот есть какая-то потребность, действительно, там, увеличить плату за содержание и ремонт, или, там, я не знаю, договориться о том, что все сэкономлено, а я сейчас еще вас спрошу про энергоэффективные мероприятия, которые вы осуществляете, да, чтобы это сразу не отражалось в квитанциях, а выручены деньги пустить, там, не знаю, на установку умного теплопункта. Или, не знаю, возможно, у вас уже все заменено, или, там, замену окон, дверей, какие еще есть технологии, позволяющие экономить коммунальные платежи? Ну, окна мы тоже заменили сразу, и тоже на средства капремонта. В коридорах мы поставили новые светильники с датчиками движения. Это тоже некая экономия. Вот эти средства, которые у нас именно на капремонте, они как раз и позволяют более мобильно, что ли, эффективно реагировать на какие-то вопросы, которые возникают. Ну, допустим, дымовые приборы у счета. У нас стоит обычный счетчик. Вот, мы подаем показания. У нас нет умного, как это сейчас, вот, можно поставить, там, большая очередь. Не знаю, когда мы это увидим. Ну, вы заметили, все равно все платежки через вас проходят, что все ваши усилия не прошли даром, что реально вложенные деньги окупились в Торице, и вы уже экономите, там, на отопление, там, расходы какие-то, вообще, домовые. Что-то того, что, не знаю, все системы отрегулировали. Кстати, кого вы приглашаете летом на подготовку к отопительному системе? На отоплении мы не сэкономили. То есть, у нас вот платеж как был, так и был. Знаете, как с ресурсниками. В первую очередь надо заплатить ресурсниками, а остальное, остальным. То есть, что, как останется. Видимо, не было каких-то больших теплопотерей до этого. Нет, в этом плане как-то все, слава богу, нормально. По поводу такой экономии мы не увидели. Ну, это умные лампочки с датчиками движения или нет? Особо мы не ощущаем это, понимаете. Но мы поставили светосберегающие, как бы, электроприборы. Вот, пока вычислили. Получается, вы, они сберегают, но стало больше. Да, света стало больше. То есть, как бы, появился комфорт. Траты остались те же. Мы не говорим об экономии, говорим о комфорте, о том, что люди стали понимать, за что они, собственно, платят деньги. А какие-то у вас традиции сложились? Потому что, вот, с вашими коллегами, другими председателями ЦСН, общаясь здесь, мы выясняем, что председателю приходится и другие вопросы решать. И вот, собственно, телефон 24 часа в сутки разрывается. И вот, по-любому вопрос, выяснение отношений между соседями, они обращаются к своему председателю и постепенно какие-то складываются традиции, какие-то уставы, уклад свой вырабатывается. Так и есть. То есть, правило общежития. Да, правило общежития, оно как бы осталось. То есть, мне приходится решать вопросы, касающиеся, понятно, технического обслуживания, финансовые вопросы. И вопросы взаимоотношения между людьми. То есть, мне раньше здесь был воспитатель, должность была воспитатель. Да, в общежитии был воспитатель. То есть, здесь взрослые люди были, была воспитатель. Вот, но вот этим воспитателем, так если в кавычках, можно сказать, являюсь сейчас я. Потому что, ну, вопросы просто, ну, такие, что не придумаешь изначально, что можно вот такой вопрос вообще озвучить. Мне кто-то вот сказал, люди звонят, например, вот мне там сказали, что вот в мой адрес кто-то высказался плохо. Я начинаю разбираться, кто там ему сказал, зачем ему это сказали. Скажите, пожалуйста, насколько жильцы соблюдают закон о тишине, правила содержания домашних животных и вот такие прочие нюансы, которым, собственно, людей еще предстоит приучить? У нас есть любители животных, но кому-то это, конечно, не нравится. Это собака там гавкает, но тоже пытаемся находить общий язык и скажу так, что в коридорах эти животные, скажем так, не оставляют свои следы на данный момент. А было такое? Было, да. Еще, знаете, вопросы, помещения небольшие и каждый новый владелец пытается воплотить последние там дизайнерские задумки, интернет-пестрит, как там на 18 квадратных метров, значит, уместить все. Я думаю, что там постоянно кипит какая-то стройка, люди пытаются сделать там ремонты под себя, возможно, пытаются перенести каким-то образом коммуникации там, или это вообще нереально на такой площади. Как это все выглядит и устанавливать ли тоже какие-то правила? Все изменения в коммуникациях проходят все через меня, поэтому я все знаю. Чтобы что-то отключить, все идет через меня. Поэтому мы всегда с новым собственником или с теми людьми, которые хотят сделать ремонт, мы всегда все согласовываем. И все это в рамках положенного, скажем так. Ну, а больших перепланировок там не сделать, потому что там всего четыре стены, грубо говоря. Они пытались ли там в ряд купить несколько студий для того, чтобы все сделать? Да, вопросы такие. Аккоргаменты? Да, да, да. Вопросы возникают, меня периодически спрашивают. Вы там не подскажете, может быть, кто-то продает, вот мы бы хотели купить. Но если кто-то продает, продается очень быстро. То есть там нет такого, что какая-то очередь, там еще что-то. То есть выставляют на продажу, квартира сразу продается, появляется новый собственник. Вот, но с самого начала я сделал группу в WhatsApp нашего дома. Практически все контакты людей в этой группе. Вот, и я даю объявления по разным вопросам. Например, даже там отключение воды, или кто-то собирается делать ремонт. Вот, там меня предупреждают, мы там немножко пошумим. Тогда я тоже даю такие объявления, что, пожалуйста, там будет ремонт. И что бы я еще хотел сказать, это и жители уже отмечают, что сама атмосфера как-то в доме изменилась. Вот что важно. Понимаете, люди стали, не знаю, более спокойные, что ли, более тихие как-то так. Вот таких уже каких-то ярких конфликтов нет. Пытаются договариваться. Как-то стало поспокойнее все. А может быть это потому, что у вас еще и вахтер появился? Расскажите эту историю удивительную. Когда в общежитии сначала он был, потом эту должность упразднили, но вы изыскали возможность вернуть. Я даже не знаю, может это не вахтер называется, а как это правильно? Ну, консьерж мы называем. Консьерж. Да, консьерж. Опять-таки, с самого начала практически все жители мне говорили, давайте делайте ремонты в коридоре. Что это такое? Смотрите, кошмар какой. И я слегка начал как бы поддаваться на это. Думаю, ну да, надо сделать красиво в коридорах. Но я понимал, что если мы не отремонтируем коммуникации, сегодня мы покрасим все, приведем в порядок, завтра прорвет трубу и всю эту красоту просто смоет. Поэтому мы приняли решение сначала заниматься коммуникациями. И вот на сегодняшний момент мы заменили очень много стояков холодного горячего водоснабжения, канализации и проводим эту работу дальше. И вот только буквально несколько месяцев назад мы приступили к активному ремонту коридоров. Покраска в этом плане. И опять-таки, это было бы невозможно, если бы мы не поставили видеонаблюдение. То есть мы сначала поставили видеонаблюдение и буквально через неделю организовали службу консьержей, чтобы это было все вкупе. Потому как поставив только одно видеонаблюдение, мы бы его лишились через неделю. Его бы там оторвали, эти видеокамеры бы сорвали и так далее. Но наш консьерж в данный момент сидит, смотрит в монитор, и она видит, что происходит, где на этажах кто ходит. Да, вы доверили Даню. Да, женщины справляются с этим лучше. А цветы у вас есть? Да, как раз консьержи этим занимаются. Уже довольно-таки много цветов, которые они вырастили. И в скором времени, когда мы уже приведем в порядок коридоры, мы планируем размещать уже цветы в коридорах, чтобы было так же красиво. А скажите, пожалуйста, где вы ищете хороших подрядчиков? Собственно, с кем вы сотрудничаете? Как вы находите те же там трактора? У вас всего один дом, собственно, и каких-то вот этих оборотных средств нет? Первое время понятно, что я не знал, куда бежать, кого звать. И шишек набили очень много. Он приглашал непроверенных людей, слесарей. Скажем так, немножко мы пострадали в этом плане. Но со временем у нас сложилась уже, скажем так, бригада очень качественных слесарей. Аварийная группа у нас работает. То есть у нас заключен договор с этими людьми. И качеством их работы я очень доволен. Ну, скажем так, и в этом плане нам повезло. Мы сумели договориться на те средства, которые у нас есть. Вот мы пришли к общему заменателю. И вот уже третий год очень хорошо работаем с ним. Нет, они не штатные. Есть какой-то фронт работа? Да, в штат взять мы не можем. В штате кто у вас получается? Только председатель или конференция? В штате только я. А все остальное на договорах. Бухгалтерия у нас удаленная. Расчетный центр, который выставляет нам квитанции, формирует квитанции, тоже у нас с ними договор. Вот, таким образом. А лифты у вас есть? Да, лифты, слава богу, нам поставили по программе, которая как раз была там, по-моему, с 2018 года. И мы организовали ТСЖ, а лифты нам поставили буквально за полгода до этого. Ну, скажем так, нам повезло в этом плане. Да вы везунчики. А когда у вас день рождения? Напомните еще, пожалуйста, вашего ТСН. 1 апреля 2019 года. Субтитры сделал DimaTorzok